Достичь определенных высот в хирургии, это достигается ежедневным трудом. Не одним днем добыт авторитет и опыт хирурга, приходит это с годами. И любовь к своей профессии. Это самое главное. Я считаю, профессия врача это самая благородная профессия из всех. Секунды и минуты. Он решает тех случаев, когда поступает пострадавший с ранением сердца или с разрывами органов, когда идет массивное внутреннее кровотечение. Вот здесь вот играет уже, будем говорить, не часы, не минуты, а секунды. И мгновенно принять решение. Первая задача это остановить кровотечение, а дальше уже спокойно разобраться и продолжить операцию. Когда говорят, что я с детства мечтал быть хирургом, я этому мало верю, потому что как таковую специальность хирурга мало еще в детстве кто представляет, что это такое. Все поступают в медицинский институт, потом в процессе учебы уже, где-то пятому, шестому курсу они начинают понимать, что именно выбрать. То ли терапию выбрать, то ли хирургию или акушерство гинекологии. В советское время лечебный факультет сразу делился по специальностям. Это терапевт, хирург и акушер-гинеколог на три части. И самый маленький набор шел из, допустим, из 350 человек. 50 студентов набирали на шестом курсе по специальности хирургии. 50 где-то набирали на акушерство гинекологии, остальные 250 они становились терапевтами общего профиля. Ну, мы попали в хирургию, и даже в то время никто не думает, каким он станет хирургом. Просто необходимо было учиться, потом трудиться. После окончания Алматинского медицинского института в 80-х годах я приехал по направлению Министерства здравоохранения Казахской ССР в Шемкенскую областную клиническую больницу, где начал работать хирургом. В течение 10 лет работал хирургом, последующие 10 лет работал главным хирургом, заведующим отделением областной клинической больницы. Впоследствии возглавил как главный врач эту больницу около 6 лет, 5 лет работал главным врачом. За этот период, ну, я думаю, наверное, уже становился как врач-хирург. Были у меня мощные, сильные наставники, такие большие хирурги, которые внесли неоценимый вклад в систему здравоохранения Южного Казахстана. Все корифеи здравоохранения последние, работающие в 60-е, 70-е, 80-е годы я под их руководством проработал. И где-то в 2008 году я уже работаю главным врачом Шемкенской городской больницы скорой медицинской помощи. Обход в отделении реанимации и хирургии. Попал под колеса машины КАМАЗ. Кровопотери какая? Кровопотери около 700 мл. Ежегодно в нашу больницу поступает 140-150 огнестрельных ранений. В основном это травматические пистолеты, и среди них встречаются, естественно, боевые. И я считаю, что это ненормально. Живя в мирное время, и каждую неделю 1-2 огнестрельных ранений – это очень много. Очень много ножевых ранений поступает, бытовых всевозможных, драк. Дорожно-транспортные происшествия с каждым годом, с учетом того, что растет количество автомобилей, наверное, машин, увеличивается и растет травматизм. Травматизм, ДТП тоже увеличивается. В целом эта больница ориентирована на оказание экстренной хирургической, травматологической, нейрохирургической, урологической, гинекологической помощи. Поэтому здесь в основном сконцентрированы больные после ДТП огнестрельных, ножевых ранений, острыми хирургическими заболеваниями. Открыты очень мощные диагностические службы, УЗИ-службы, эндоскопическая служба, ангиографическая служба, где поставлен ангиографический аппарат. Здесь у нас один из таких современных аппаратов. КТ-диагностика, МРТ-диагностика. Клиника ориентирована, своевременно, грамотно, доступно оказать медицинскую помощь. 5 лет страдаю от высокого давления, год как почки отказали. Вынужден проходить процедуру гемодиализа. Сейчас готовлюсь к операции. Почку одну даст отец. Прохожу все обследования. Врачи заверяют, Бог даст, все будет хорошо. Самое главное, чтобы сын вернулся в семью здоровым. Мы больше всего работаем с Южной Кореей, потому что они к этому прогрессу, к своему достижению где-то приступили в начале 80-х годов. А в начале 80-х годов, как страна СССР, она для общения с зарубежным опытом, с зарубежным клиниками была закрытой. Мы не могли выезжать в зарубежные страны, в такие ведущие клиники, как Германия, Франция, Европа и, допустим, Южная Корея или Япония. Они в те годы уже занимались оснащением медицинской аппаратуры. И впоследствии, допустим, достигли вот таких больших успехов. Поэтому есть у них чему поучиться. И я ездию много по зарубежным клиникам. У них вообще оснащенность медицинской аппаратуры колоссальная. Мы вот последние 10 лет начали оснащаться, приобретать серьезную аппаратуру, серьезные медицинские инструменты. У нас до этого этого не было высокой технологии, шовные материалы, допустим. Последние 10 лет мы вот это приобретаем. А эти страны, ведущие зарубежные клиники, страны вот Япония, Южная Корея, этот период они давно прошли, и они сейчас занимаются уже высокой технологией. Поэтому они, допустим, в вопросах трансплантации органов очень далеко вперед ушли. Мы трансплантацией органов только начинаем заниматься. А эти страны, они уже начали заниматься в свое время, в 80-х годах. А сейчас уже поставлено на широкую ногу это у них. То, что сейчас осуществляется, это, конечно, не в каждом городе Казахстана есть, не в каждой области. Это есть, может, с Изганова, в Астане, в Чемпенте, пересадка почек делается. Это не то, чтобы новшество, но это необходимая вещь, которая для практического здравоохранения имеет очень большое значение. Потому что наши больные ездят, уезжают за границу, делают пересадку почек, лечатся где-то там за границей, за большие деньги. А если мы это можем сами, почему не мы? Мы должны это делать. Мы изучаем свою специальную литературу. Хирургам все-таки нужны хорошие знания, во-первых. Особенно нужно хорошо знать анатомию. Анатомию человека нужно хорошо знать. Потом знать нужно будет, какие препараты нужно назначать. Это фармакологию нужно хорошо знать. Нормальную физиологию надо знать. Много чего надо знать. Одним словом, нужно в хирургии. В основном все равно в хирургии идут на определенную ступеньку знаний выше, чем у терапевтов. Работая в СМП под руководством Али Хаджаевича в течение уже больше пяти лет, конечно, это очень такой продвинутый руководитель, современный руководитель, который иногда нас подстегивает на новые идеи, новые операции. Не зря, допустим, в урологии проводим в год больше 150 операций, высокоспециализированных операций. Конечно, это его стимул. Бегалий Мадихожаев – человек, который в совершенстве овладел профессией. Он работает на очень ответственном месте. В возглавляемую им больницу скорой медицинской помощи поступают больные с различными травмами. Некоторые из них очень тяжелые. Отвечать за жизнь пациента – это большое дело. Он очень ответственный человек. Нужно любить людей надо, уметь сострадать. Если к тебе обращаются люди с своими болезнями, они к тебе не просто так обращаются, значит, их очень сильно что-то беспокоит, они в тебя верят. Поэтому вообще любить надо людей, любить человека надо, тогда из него хирург получится. Операцию сделали 6 марта. Чувствую себя хорошо. Слава Богу. Мадихожаевичу спасибо большое. Он спас меня. Мы хотели в Алмонта поехали. Сын поехал, хотел нам реперироваться. Там хирурги, классные хирурги посоветовали. У вас, говорит, свой хирург здесь есть, очень хороший. Бегалиев, говорит, Мадихожаевич. Мы решили здесь. Причем прошло все удачно, хорошо. Ну и у него золотые руки. Благодарю Мадихожаевича. Большое ему спасибо. 13 дней, как мне пересадили почку, чувствую себя хорошо. Благодаря ему я не поехал за границу, согласился на сложную операцию здесь. Теперь вернусь в семью. У Мадихожаевича золотые руки. Состояние, когда удачно прооперированный больной, доставляет это огромное удовольствие. И если уже нормально, правильно прооперировал, и знаешь, хороший исход будет, ты родственникам больных с удовольствием об этом объясняешь. И видя ихнюю радость, что ты нормально это все сделал и правильно сделал. И видя радость родственников от того, что их родственник поправится после твоего вмешательства, тоже испытываешь определенную радость. Насчет дороги у нас уже этот поселок давно существует. Мы обещали отремонтировать. Вот мы обращались. Какие улицы? Можайские, Суворово, Ленине. Каждую среду я веду приемы избирателей, общественные приемы. Люди приходят с разными проблемами, но в основном проблемы в социальной сфере. Это неблагоустроенные улицы, плохое освещение, отсутствие ремонта в школах. Здесь городские проблемы очень много. Но мы по мере возможности помогаем. Уже в план города в 2011-2012 году были включены ремонт внутриквартальных улиц, вопросы их освещения, водосомбжения. По плану, каким мы атом города, совместно с депутатом Гормослихата, мы вместе всю работу делаем. Где-то? Сейчас придет. Вот-вот-вот. Сейчас с минуты на минуту он должен уже подойти. Я бы очень хотел, чтобы мои дети тоже стали врачами, потому что у меня супруга врач, невролог. Но, к сожалению, у меня только дочь стала врачом, кардиологом, а сыновья, они стали правоведомы. Он сам пускал, сам выбирает, куда хочешь. Врач, пусан, да. Ну, куда хочешь туда. Я сам выбрал на юриста, потому что ближе мне это. Я горжусь очень своим папой, потому что так работает, помогает людям, оперирует. Вообще никому не отказывает никогда. Старается всем помогать. Мой дедушка хирург, он всех лечит, он немножко строгий. Строгий как-то с добротой. Я сама по натуре спокойная. Мне кажется, поэтому наша семья такая считается все равно спокойная. Конечно, тяжело было поначалу ждать его с работы. Особенно, когда он уже чуть постарше работал главным хирургом в течение 10 лет. Это постоянные выезды в район, где они оперировали. И бывало и день, и ночь. Из-за того, что, наверное, мы разные по профессии люди, поэтому наша семья до сих пор такая крепкая, дружная. Грузия! Грузия! Ну, как всегда, что ты? Опа! Опа! Все, все, все. Какое бы время ни пришел, в день, ночь, там, утро, домой я прихожу всегда с удовольствием, потому что я знаю, что я дома смогу отдохнуть. Дома я не загружен какими-то бытовыми проблемами, потому что этими вопросами занимается моя супруга Сауля, помогают и мои дети. Где бы ни работал, какие бы должности ни занимал, тот, кто действительно себя посвятил хирургии, он не бросает свою специальность, находит время и заходит в операционную, продолжает заниматься оперативной хирургической деятельностью. Будь то главным врачом, будь то начальником управления здравоохранения, главным хирургом или другие должности занимать, но основная специальность у хирурга остается хирургия. Я считаю, профессия врача – это самая благородная профессия из всех. По крайней мере, врач, пока есть человечество, пока есть люди, живут на свете, врач всегда будет востребован. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok